Приветствую вас, и прочитал ваш вопрос, вот, прочитал ответы на него экспертов, и понимаю, что действительно вывода этот вопрос такой довольно-таки сложный, довольно-таки неоднозначный, на который отвечает на который неоднозначный вопрос, потому что непонятно, от чего сталкиваться, и непонятно, что это, собственно, беспокоит в этой ситуации и вас, ну, вы нравитесь мужчинам, они говорят, что в постели вы очень для них привлекательны, что это, они больше ни на кого не смотрят и никого не хотят, на мой взгляд, это здорово, то есть, именно для нас это здорово, но вы, как бы, при этом вы, вот, знаете, как будто бы и не рады особо, то есть, вы, как будто бы вы, находитесь в неком недоумевании относительно того, почему такая ситуация происходит И, в первую очередь, то, о чём бы я хотел вам сказать, это следующее, если вы, вот, вне зависимости от Павла, да, как вы вот к этому попроситесь, если вы, значит, для себя поймёте, ну, если вот внезапно вы для себя поймёте, значит, с чем вы привлекаете мужчин, если вы для себя увидите, с чем вы привлекаете мужчин, почему они хотят быть вот только с вами, да, то вы сразу, да, сразу же будете пытаться волей, не волей, ну, вообще это нормально, вы будете пытаться, вы будете стремиться, значит, к тому, чтобы этим как-то управлять. То есть, вы будете стремиться, подчинить себе, вот, самую ситуацию. Вы будете стремиться, подчинить себе ситуацию, обратить её в себя во благо, и тем самым, по сути дела, значит, вы перестанете вести себя естественно. Перестав вести себя естественно, вы моментально потеряете свою сексуальность, и мужчины перестанут на вас, собственно говоря, обращать то внимание, которое вы сейчас получаете. И, исходя от этого, я спрашиваю вас, так ли нужно вам это знание, далеко не всегда знание несёт пользу. Вот. И некоторые вещи лучше не осознавать, чтобы, как я уже сказал, тебе не навредить. Вот. Далее. Далее. Значит, смотрите, что происходит. Вы не говорите, что вы стана обычная, да, но при этом все мужчины вас хотят. Значит, дело, на самом деле, как это не парадоксально звучит, дело не в вас. Дело в мужчинах, которые, ну, собственно, вот, с которыми вы взаимодействуете. То есть дело непосредственно в них. Я поясню, значит, та среда, в которой вы, ну, находитесь, в которой вы, ну, собственно, живёте, те мужчины, с которыми вы общаетесь, они обладают определёнными вкусами и определённым уровнем ожиданий от секса женщин. И поэтому, когда вы вступаете с ними в отношениях, вы, вот, в рамках ожиданий мужчин, тех ожиданий, которые у них есть, вот в этих рамках вы мужчину удивляете. Вы превышаете ожидания их, и, знаете, естественно, они хотят быть только с вами. Что, в общем-то, вполне естественно желание. Особенно, если это секс-экспертизатор. То есть смотреть нужно на то общее, значит, что есть у этих мужчин. И не отменяя слов коллеге о том, что каждая женщина индивидуальна, что сексуальность, это, значит, внешне, это, наоборот, сексуальность, это не внешняя сторона, а это внутреннее, это состояние, значит, состояние психики, это эмоциональное состояние, вот. Не отменяя слов коллеге о том, что это действительно так. Именно ваша востребованность, именно ваша востребованность, я хочу, чтобы вы постарались в этот момент для себя, как можно лучше понять. Именно ваша востребованность, она связана с особенностями именно мужчин, именно востребованность. И поэтому, чтобы понять, что же в вас, вот, лично в вас, такого, нужно понять, какие особенности у этих мужчин. И тогда вам станет более или менее понятно, почему мужчины так сильно на вас обращают внимательно. Вот. Пока же, полагаю, что вы неосознанно, безусловно, неосознанно, вы отвечаете тем требованиям мужчин, которые они предъявляют, исходя из своих ожиданий, и исходя из внутреннего, значит, соотношения того, что они, значит, ну, могут себе позволить и того, на что они могут рассчитывать. То есть, соотношение того, что они могут, и соотношение того, значит, что они настояны с вами, принимает наиболее выгодную позицию, вследствие чего мужчины, вот, собственно, после времени, приведенного с вами, и больше ни с кем не хотят быть. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.